всем привет сегодня будем обрезать кусты смородины и крыжовника сейчас конец апреля и самое время наилучшее для этой работы вот на этом кусте сразу видно что зимой было много снега и поломала крупную ветку и и конечно придется уже удалить ничего с этим не поделаешь у смородин нужно вырезать конечно же старые побеги которым больше шести лет но у нас здесь пока нет таких старых веток кусты у нас достаточно молодые так обрезают еще значит больные какие-то веточки если есть у смородины вырезаю также побеги которые растут во внутрь куста они только будет мешаться вот например вот этот побег он тоже весь кривой такой поэтому мы его сейчас вырежем из молодых приростов когда они пойдут выбирают 3-4 здоровых более сильных побега остальные также лучше вырезать кроме того у смородины и у крыжовника обрезают те ветки которые лежат на земле но у нас вот сделаны такие вот ограничители из обычных деревяшек из досок и поэтому у нас ветки все растут правильно но если для размножения вам нужны побеги то которые лежат на земле веточки они как раз очень подойдут для размножения отводками это очень удобный простой способ размножить смородину вот еще один куст смородины на нем тоже веточка поломалась наверное здесь было очень много снега поэтому ее придется удалить также так в принципе после зимы кусты стоят довольно таки неплохие больных веток не видно выходит за смородиной одним из важным моментом является борьба с вредителями конечно же и один из самых распространенных и опасных вредителей смородины это почковый клещ вот здесь я вам показываю как раз таки нашла я эту почку пораженную клещом она сразу же бросается в глаза своим увеличенным размером ненормальной округлой формой такой это конечно уже ни с чем не спутать это точно почковый клещ самки клеща которые зимуют в почках смородины уже при температуре воздуха плюс 5 градусов начинают усиленно откладывать яйца сюда и в каждую почку одна самка может сложить трех до восьми тысяч яиц поэтому почки и становятся такими увеличенными округлой формы в общем то это уже ни с чем не спутать конечно это точно поражение почковым клещом такие почки нужно конечно же обрывать и сжигать пока такая многочисленная армия вредителей не уничтожила весь куст вот еще две почки я нашла здесь округлой формы то есть здесь явно на этом кусте у нас живет почковый клещ и что самое еще неприятное от этого вредителя можно ожидать вот если даже здоровые почки на кусте это еще знаете ли не факт что здесь не живет самка почкового клеща просто она еще не успела возможно отложить яйца и это все еще впереди и вот такие вот пораженные клещом почки они конечно же не дают молодого прироста растения на верхушках смородины листья будут другого цвета и другой формы ягоды даже если и появятся то они будут мелкими период созревания ягод будет не одинаковый кроме того почковый клещ это разносчик различных вирусных заболеваний поэтому конечно от таких почек нужно избавляться хорошо видно они еще не очень большие но уже круглые так что здесь сто процентов почковый клещ живет почковый клещ на смородине расселяется во время цветения растения и поэтому конечно обрабатывать в это время различной химии куст нельзя опрыскивание против этого вредителя лучше проводить до цветения или же уже потом после сбора урожая ну конечно же лучше всего такую обработку провести и до цветения и после сбора ягод вот а мы сейчас будем заниматься как раз таки сбором больных почек смородины пораженным клещом все это дело будем удалять и сжигать на сегодня видео заканчиваем всем удачи здоровья подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и до новых встреч пока